Один из самых торжественных дней для вчерашних школьников, а ныне курсантов Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала Яковлева войск Национальной гвардии Российской Федерации состоялся на строевом плацу учебного заведения. Принятие присяги – это особый ритуал. На протяжении многих столетий защитники отечества принимают клятву служить верой и правдой своей Родине, быть мужественными и отважными ее защитниками. Одеть форму – это не значит стать военнослужащим. Необходимо проникнуться смыслом избранной профессии, ее значимостью и глубиной ответственности, возлагаемой обществом и государством на каждого из вас. Перед днем принятия воинской присяги юноши прошли курс первоначальной военной подготовки на базе учебного центра военного института. Там они осваивали строевую и боевую подготовку, основу военного дела. И вот момент настал. 250 будущих офицеров поклялись достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу и независимость страны. За церемонией с волнением наблюдали их родные и близкие. Торжественно присягаю на верность своему Отечеству Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации. Строго выполнять требования воинских усталов. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество. Кстати, наряду с курсантами свою присягу приняли и 50 юноармейцев. Клянусь соблюдать устав юноармии. Соблюдать устав юноармии. Быть честным юноармейцем. Ну а курсантам теперь предстоит в течение пяти лет осваивать профессиональные знания, приобретать практические навыки, формировать личностные качества. Учеба в военном институте Росгвардии – это сложный и кропотливый труд, отметил начальник вуза. Отвратно видеть, что несмотря на сложную военно-политическую обстановку в стране и за ее пределами, число юношей, желающих посвятить свою судьбу офицерской службой, не снижается. Помните, что вы являетесь поколением, во имя которого отдали в свои жизни миллионы наших дедов и прадедов. Будущее нашей страны, ее развитие и защита Отечества уже скоро ляжет на ваши плечи. Громогласное и троекратное «Ура» – стало логическим ответом курсантов своему командиру. Закончилась церемония так же традиционно, как и началась. Гости возложили цветы к мемориалу выпускникам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга. После личный состав прошел торжественный марш.